В предыдущем видео мы с вами научились создавать подклассы. Также мы с вами исследовали модификаторы доступа Public и Private. Поняли, что открытый модификатор доступа открывает доступ к свойству или методу для объектов всех других классов. Private ограничивает этот доступ практически полностью. Получить доступ к закрытому свойству либо методу мы можем только изнутри самого класса. Сейчас у нас с вами есть все, чтобы исследовать еще один модификатор доступа Protected, защищенный. Итак, я предлагаю вам создать первое защищенное свойство. Начинаем мы это делать со слова Protected. Далее следует слово Var и далее название вашей переменной. Давайте назовем переменную MyFirstProtectedProp. Будет она типа строкового и значение которому будет эта переменная равна ЯЗащищенное свойство класса MyFirstClass. Теперь аналогичным образом мы создаем защищенный метод. Пишем слово Protected, дальше слово Function. Функция будет наша называться MyFirstProtectedMethod. Она не будет ничего возвращать. И команда, которую она будет делать, будет заключаться в выводе строки в окно для вывода данных. Я защищенный метод класса MyFirstClass. Итак, наша с вами задача заключается в том, чтобы понять, каким образом Protected ограничивает доступ к возможностям. Давайте пойдем на линию времени. Как вы видите, здесь мы создаем объект, экземпляр класса MyFirstClass. И пытаемся вызвать его защищенное свойство и его защищенный метод. Давайте начнем со свойства. Я нажимаю Ctrl-Enter. И вы видите, как в окно для вывода данных вывелась ошибка. Мы пытаемся получить доступ к свойству, доступ к которому получить нельзя. Аналогичным образом мы попробуем вызвать защищенный метод у этого объекта. Я нажимаю Ctrl-Enter. И как вы видите, все та же самая ошибка. Мы пытаемся получить доступ к методу, получить доступ к которому нельзя. Возникает вопрос, так откуда можно получить доступ? Давайте попробуем это выяснить. Идем в экземпляр нашего класса. Идем в наш класс. И давайте в конструкторе попробуем вызвать эту защищенную функцию. MyFirstProtected метод. Копирую название функции. И вызываю его. Возвращаемся на линию времени, чтобы закомпенсировать строчку, которая вызывает у нас ошибку. Теперь нажимаем Ctrl-Enter и смотрим на результат. Как вы видите, из самого класса мы можем вызвать защищенную функцию. В окно для вывода данных вывелась строчка Я защищенный метод класса MyFirstClass. Давайте теперь попробуем получить доступ к этой функции из нашего под-класса. Вы помните, что в предыдущих видео мы создали класс MyThirdClass, который расширяет MyFirstClass. Вы помните, что он унаследовал все методы. И в этом видео у нас с вами возникает вопрос. Унаследовал ли он защищенный метод и может ли он им воспользоваться? Потому что вы помните, что методом private он воспользоваться не мог. Поэтому давайте в конструкторе попробуем вызвать эту защищенную функцию. Вы видите, что в самом классе ее нет, но я все равно ее вызываю. Отлично. Теперь наша с вами задача пойти на линию времени и создать экземпляр не первого класса, а третьего. MyThirdClass. Теперь давайте нажмем Ctrl-Enter. И как вы видите, мы смогли вызвать защищенный метод класса MyFirstClass. Таким образом мы его наследовали и смогли вызвать. Мы пришли с вами к выводу, что свойства, либо методы с модификатором доступа Protected, доступны из экземпляров класса или экземпляров любого под-класса. В следующем видео мы с вами познакомимся с еще одним модификатором доступа InTurnal, а затем подведем итоги.